Так, запись включена. Передаю слово Марату Барееву. Доклад Google XI. Кстати говоря, Google XI. А, Google XI. Ага, понятно. Здравствуйте всем. От него у вас, надеюсь, немного внимания. Пока базовые вопросы такие. Если они у вас будут, пожалуйста, отложите до момента демонстрации. Это всего лишь минут через 10-15. То есть вначале расскажу про инструмент. Чуть где-то посерединке хочу вам показать демо живой. И вот как раз до демо, чтобы немножко не сбиваться, потерпите. Я там спрошу, если у вас вопросы, и отвечу. Если что, в конце будет время, чтобы обсудить все, что мы делаем. И отдельно скажу спасибо Айду, который мне помогал в подготовке с момента данной презентации. И моего текущего работодателя за возможность заниматься спектрами имеющихся. Первое, что бы хотелось вам показать, чтобы было понятно, это наш интеграционный ландшафт, в рамках которого мы работаем. Ну и если рисовать его, то он, конечно, достаточно простой, понятный, очевидный. СВО-система, ПИО-система, как Central Adapter, и какие-то там сторонние системы. Какие конкретно, не столь важны. Но жизнь заносит свои собственные корректировки, поэтому у нас, естественно, еще есть где-то в ДМЗ, есть Central Adapter Engine, которые как-то взаимодействуют. Вот они как-то то с САПом, то не с САПом. В общем, достаточно широкий в этом вопросе ландшафт. Соответственно, эксплуатацией занимаются две системы, и нам приходится мониторить движение двух систем между собой и поддерживать, соответственно, такой вот разрозненный интеграционный ландшафт. В ходе нашей поддержки мы задаемся вопросами, в частности, какие объемы передаются и соответствуют ли они сайзингу, а если какие-то интеграционные потоки были не востребованы или мало востребованы, какая доступность внешних систем, то они включены, то не включены, отлавливаем мы эту ситуацию или нет, как-то влияет ли это на качество и доступность наших интеграционных процессов. В принципе, какое у нас качество реализованных интеграционных потоков, насколько мы правильно его спроектировали, насколько правильно его спроектировали как со стороны САП, так и со стороны смежных систем. И можем ли мы отвечать на все вопросы за любой временной период, а не просто за фиксированные API-периоды. Для начала архитектура нашего решения. Соответственно, здесь говорим о том, что есть две замечательные системы, из которых мы через экстрактор, экстрактор написан на Go, откуда как раз две буквы из названия инструмента пришли. Осуществляет, соответственно, экспорт. В данный момент это файловый экспорт, чуть позже могу объяснить нам, почему. И проходит через цепочку, достаточно стандартную для ElkStack. Ну и по этому же процессу у нас идет, но без экстрактора журнала NetWeaver. Соответственно, задача экстрактора сгенерировать необходимые экспорты в нужном формате. Журналы, которые здесь указаны, это те, которые доступны в LogUser без какой-либо обработки. Бит в данном случае выступает в роли доставщика данных сообщений. А, извините, забыл, у меня даже тут все подписано. Соответственно, экстрактор, самопис. Детали чуть позже расскажу. Как раз цель его выгрузка метаданных из журналов. Битс у нас это параллельная загрузка данных экспортов. Основная проблема скорее не с экспортом, вот этим вот эксайном, потому что он весьма компактный, а скорее с вот этими журналами, потому что там выгрузки очень массивные на короткий период. LogStash, который как раз на себя бьет достаточно сильно вопросы разборов форматов, потому что журнал NWA имеет свой собственный формат, отдельные журналы имеют немножко другой формат, экспорт XI имеет свой собственный формат. Их необходимо все разжевать, свести, привести к удобоваримому виду, дополнить атрибутикой, который также, опять-таки, удобно будет в использовании. Определить индекс для хранения в эластике, соответственно, считайте корзины, в которые упадут те или иные данные. Также на это влияет возможность управлять этими данными, ну, как бы раскидать по корзинам, управлять ими отдельно. И на себя он берет задачу предотвращения дублирования, точнее, берет на себя возможность реализовать во всей этой цепочке дедубликацию записей. Это критично для всех этих форматов, особенно с журналами NWA, так как каждый раз, когда вы будете делать экспорт, вы будете получать срез, более обновленный срез, но в котором уже есть записи из... Те записи, которые вы уже обрабатывали, предположим, вчера. Эластик, кто не знает, на себя берет вопросы долгосрочного хранения индексации, считайте базу данных данного решения. Ну, и есть Киба, которая на себя берет визуализацию и управление в Субботе. Какая у нас архитектура построена, соответственно, ее и эксплуатируем. С точки зрения самого экстрактора, который у нас имеется, чуть внутрянку покажу. Здесь мы говорим о том, что у нас каждый раз, когда мы его запускаем, запускаем мы его раз в день. Экстрактор получает информацию из обзора. Это то, что, когда вы открываете Message Monitor, вы смотрите на обзорную информацию, то отправите в получатель количество сообщений за период. Соответственно, на первом шаге мы как раз получаем всю эту информацию в том разрезе, который нам интересно, допустим, в дейли разрезе или в разрезе месяцев. Естественно, можно и, допустим, и часовые, если чаще запускать. Все это обрабатывается в два потока, после чего получены сведения о том, кто кому отправил сколько сообщений, за какой период, передаем вопрос поиска. Это, соответственно, считать, переходим на закладку детального просмотра. Сообщение туда передается, кто отправил, что отправил, за какой период, и он выдает, соответственно, перечень этих сообщений, которые найдены. Все это выполняется параллельно в пять поток. На этом шаге мы уже имеем сведения о всех атрибутах, которые есть у сообщений. Мы говорим про метаданные. Откуда, кому, интерфейс, размер, ну, там и прочее. Я уже пытаюсь сходу исполнить. Вот. После чего полученный перечень сообщений нам недостаточен, потому что внутри этого перечня не хватает как раз UDF search, то есть политических атрибутов, те, которые мы через настройку в API вытаскиваем. К сожалению, для этого используется отдельный сервис, и для каждого сообщения, которое мы получили на предыдущем шаге, необходимо запросить какие у него атрибуты. Мы, соответственно, для каждого сообщения запрашиваем эти данные, их добавляем к каждому данному сообщению и складываем уже в отдельный файл, в котором хранятся все найденные сообщения. Опять-таки, тоже это делаем параллельно в пять потоков. И так как нам недостаточно просто метаданных, они есть везде всегда, и вы напрямую можете это в API сделать, мы также по каждому сообщению вытаскиваем аудиторию. Вытаскиваем аудиторию абсолютно все, которые имеются от начала до конца. Опять-таки, в пять потоков. И то, что мы получили, складываем уже в отдельный файл для аудит-логов. Соответственно, вот этот механизм мы прогоняем и получаем экспорт из этих двух замечательных файлов, которые мы потом уже отдаем в эластик для загрузки. По формату экспорта. Простите, я покажу вам гошный формат, но я думаю, что здесь он очень понятный и подсорочный, поэтому решил не придумывать свое собственное описание. Сам формат экспорта выглядит так. То есть, если что, в плане формата на земле, ну, то есть в файле это JSON, поэтому сейчас считайте, что вы смотрите JSON структуру, описание JSON структуры. Соответственно, есть раздел про Excel сообщения. Это фактически все метаданные, которые имеются, включая User Defined Search. Отдельная структура под журнал аудита и структура под метаданные. Если пойти с конца, метаданные. Мы здесь храним только компонент. Под компонентом я имею в виду иницикатор системы. Это то, что вы видите опять-таки в Message Monitor один из первых выпадающих списков вы видите как раз компоненты. Обычно это, если мы говорим про Adaptive Framework, значит, мы Adaptive Framework и SID системы и наименование базы данных. Соответственно, откуда мы, по сути, из какого компонента была выгрузка, мы это записываем и плюс записываем дату, время экстракции. Только для потом понимать, откуда эти данные в базе данных появились. Если говорить про формат сообщения, который мы выгружаем, все эти атрибуты, которые видите, они присутствуют знакомы вам, напрямую доступны в просмотре. Отдельно есть под структуру UDS и Defined Search. Соответственно, там у нас раскладка по атрибутам сообщения. Все остальные я все не приводил, потому что все это видели, знаете. Никаких преобразований, кроме двух, в двух местах наверное мы не делаем. Преобразований вроде Node.id нам не нужно как число, поэтому будет строка. И в некоторых местах миллисекунд нам не нужны, поэтому агрегируем до секунды. Не агрегируем, зайди просто переводим в секунду. И касательно экспорта журнала, соответственно, у нас в нем хранится message id, метка времени, статус, это ошибка или информация, текст, localized text, тот, который вы видите в просмотрщике, текст key, который вам недоступен в просмотре, когда вы просматриваете audit local, вы видите только вот этот, вот это не видно, хотя на самом деле очень полезен. и параметры к данному событию. На текст key завязаны очень хорошие вещи, как, например, стандартизированные сообщения вида пользователь такой-то выполнил перезапуск сообщений. Соответственно, в текст key будет текст-инденсикатор, как называется, это событие, а в текст key параметры будет записан там это перечень из параметров от нуля до бесконечности, и в этом параметре будет указан логин. А, соответственно, в localize text, тот, который вы видите, там написано на том языке, на котором вы смотрите систему, пользователь перезапустил, и user has perform and action will restart. Вот. С точки зрения экспорта мы пришли к единой структуре, это означает, что у нас есть два файла, два источника данных, но когда мы экспортируем файлик про сообщения, фактически вот этой записи про аудит логов там нет, это значит, что каждый JSON содержит сообщения, но не содержит ни одной записи аудит лога. когда мы говорим про записи аудит лога, каждая строка экспорта содержит полностью всю структуру. То есть мы говорим о том, что в экспорте мы понимаем, что это раздувает размер, но так, но она открывает нам как раз такие сценарии, которых нам интересны для анализа. В каждом, каждая строка экспорта соответствует одной строке журнала аудита, у которой есть полностью все атрибуты и сообщения. Соответственно, я сейчас уже подхожу к демонстрации. Если есть вопросы, задайте сейчас или можно потом. Вопрос по user define search насколько много ресурсов, места и прочих вещей это все заняло и обвешали ли вы все сценарии user define search или нет? User define search мы повесили только на те вещи, которыми у нас бизнес, ну, или там техническая поддержка, бизнес поддержка общается. Здесь мы говорим о каких-то очевидных вещах, типа, если мы синхронизируем контрагентов, значит, мы говорим о номере контрагентов. если мы говорим про заказы или заявки, значит, этот номер заказывает заявки. В крайнем случае еще какой-то атрибут вида статус договора, статус заявки, еще что-то. То есть, с точки зрения, сколько там висит, да там висит 1, 2, 3, 1, 2, 3 атрибута на каждое сообщение. Поэтому именно user define search занимает ничего. Ну, вот, в масштабе всех вещей это как в море. А про размеры, я так понимаю, именно тоже про user define search или это про в целом? Да, как раз про него речь. То есть, анализировали ли вы сколько это там отжирает место в BD? То есть, понятно, что ничего, ну, допустим, там в процентном соотношении, насколько это ничего. И про место не совсем корректное выразился, наверное, будет правильнее. То есть, не повлияло ли это на перформанс в целом P.O.? Если такой анализ проводить. User define search? Да нет. Ну, там, во-первых, не проводили, но у нас полная индексация, мы проводили полную индексацию в связи с тем, что, естественно, каждый раз, когда мы добавляем новый атрибут или определяем другой, или меняем правила его определения, необходимо переиндексировать старые сообщения, те, которые у нас хранятся. Ну, приходилось это делать N7RAS, и с учетом того, что там условно 100 тысяч сообщений нужно было посмотреть, ну, полная индексация заканчивалась минут за 10, наверное. Ну, то есть, и с точки зрения там перформанса, мы смотрели метрики по производительности системы, у нас на данный момент система size, поэтому с точки зрения видно ли, что мы что-то делаем, нет. Скорее видно, что каждый раз, когда вы прогоняете индексацию, генерируется в каждое сообщение, которое заходит индексатор, в каждый из них добавляется строчкой пытаюсь применить такой-то индекс, индекс успешно применен или не получилось найти. Вот, а там сколько он занимает на диске, на диске, базе данных не проверяли, это как раз чуть к вопросам по развитию. Подчеркнул один момент в этом инструменте, на данный момент мы работаем по API. Это означает, что мы знаем ровно то, что выдается на API. К счастью, он выдает 99% полей и 0,5% видоизменяет. Но это не дает нам полного доступа ко всему и, соответственно, не дает нам понимать исходной структуре. Поэтому сколько, допустим, user-deferred search, для этого нужно подключиться к базе данных. На данный момент мы этот вопрос обсуждаем и проговариваем. Вопрос цели, которые мы добьемся против рисков, которые будет предъявлять архитектура. но пока ответить на вопрос, сколько именно user-deferred search не было такого исследования. Это для вас нечувствительно. Спасибо. И, наверное, еще дополнение, если можно коротко. Почему выбор упал именно на Go? Почему там, грубо говоря, не Java, наверное, понятно. Но вот именно Go, вы подходили к этому с точки зрения, что прям глубоко проанализировали? допустим, как в кейсе у Ильи, нужно было быстро решать, просто был Go-эксперт, кто может написать такую штуку? Почему выбор на Go? Ответ кроется в циферках, которые здесь приходится считать. То есть необходимо управление ресурсами с точки зрения параллельности потоков исполнения. Во-первых, их было для продуктивной системы, по крайней мере, непонятно, сколько нужно потоков. И нужен был надежный инструмент, который легко наставится и надежно масштабируется, очень быстро адаптируется к скорости того или иного потока. Потому что, когда мы задавали эти значения изначально, честно говоря, не очень представляли, как поведет себя живая система на больших объемах. Поэтому вопрос был к грутинам. Это, соответственно, потоки в контексте голанга. Они дешевые с точки зрения накладных расходов, очень дешевые. И имеется очень хороший механизм, он фактически встроен в язык пайплайна. Когда вы занимаетесь тем, что вот, почему они здесь так нарисованы, потому что представьте, вот здесь на входе только дата, считайте, компоненты, с которыми вы хотите выгрузить информацию и за какой, за какие, ну не периоды, какие периоды хотите задействовать, дневные или месячные. На входе этом начинается, вы получаете уже перечень, отправитель, получатель, за какой период, куда. У вас, соответственно, огромный список вырос. После этого вам необходимо весь этот перечень периодов отправителей и получателей передать на следующий этап пайплайна. который бы занимался поиском по каждому этому дню, по каждому месяцу с раскрытием, со всеми атрибутами. Каждое сообщение, которое вы нашли здесь, нужно было передать сюда. Каждое сообщение, которое вы дообогатили User Defined Search, вам еще надо было передать сюда. То есть потребовалось выстраивание надежного и большого пайплайна по обработке сообщений с последующим заполнением. Вся вот эта работа идет в памяти, ничего для передачи одной задачи на другую, но ничего. Гулан здесь выглядел именно как надежный инструмент, чтобы построить такой сложный пайплайн и надежный. Все эти потоки идут параллельно, это означает, что пока мы ищем сообщения, какие-то мы уже нашли, они закидывались на поиск дополнения User Defined Search, они находились там и обрабатывались этим куском пайплайна. Соответственно, пока мы ищем, уже что-то другое ищет для них UDS, уже что-то другое ищет для них соответствующие записи журнала. То есть у нас вот этот вот требование по такому пайплайну, честно говоря, не потянули бы на другом языке, а здесь он встроен был в язык и из-за этого он оказался способным выполнить такую задачу быстрее, качественно. Показатели у меня где-то есть, но в принципе вот в таких параметрах мы выгружали что-то около 100 тысяч сообщений за 5 минут. 100 тысяч около полутора миллионов, миллион, миллион двести, миллион полтора сообщений журнала плюс где-то около 60-100 тысяч непосредственно сообщений. То есть вот здесь вот считайте один файл в котором 60 тысяч записей от миллиона дополнительных. Ну и с каждого сервера, который у нас имелся, так как у нас две инсталляции с центра и центра с каждого из них ну где-то не больше пяти минут. Извините. Спасибо большое. Извините, можно еще вопрос, может быть я прослушал. Вы это все извлекаете через какой-то API или непосредственно API, который веб-API, который стандартный опубликованный официальный поддерживаемый, тот, который как раз обеспечивает взаимодействие с монитором. То есть это адаптер мониторинг или другой? Да, 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 вот он. Это как бы стандартный имеющийся, то есть официально поддерживаемый. Вот, со своими минусами в плане того, что приходится дергать, то есть как вы понимаете, количество вызовов методов вот здесь, на вот этом этапе равняется количеству сообщений. Соответственно, если у нас 100 тысяч сообщений, значит у нас 100 тысяч вызов сервиса, но он справляется. У вас не захлебывался API как сервер? У нас просто была похожая проблема с этим, с Simple Query, где он там выше определенного лимита начинал тупить, и мы даже нашли, что веб-диспетчер надо пропатчить было, потому что через веб-диспетчер шло, а когда его пропатчили, то заметно быстрее ускорилось. У вас тут ICM просто, да, стандартный без веб-диспетчер? обычный ICM. У нас проблем с захлебыванием не было, боялись, аккуратненько подходили к этому вопросу, ну вот, эксплуатируем без проблем. Опять-таки у нас за счет самого экстрактора и так построен процесс, у нас гарантируется количество потоков, количество сессий. Было один раз ошибка один раз допущено, которая сделала бесконтрольная, ну, то есть, не успела закрывать HTTP-сессию, открывала новую, и в этом случае голланд хорошая штука, вполне себе может захлебнуть сервер в одно лицо, но сейчас ошибку мы поправили, соответственно, пока работает вот этот вот пайплайн, у нас открыто 12 соединений, то есть, открывается 12 соединений, в каждой из них закидываются задачи, не могу даже сказать, в какой, какой, ну, то есть, кто-то, что-то отсюда, что-то отсюда приходит, они устанавливаются, живут, это тело-сессия, можно, да, шифрование, устанавливаются один раз, и так живут до момента завершения работы, ну, или до момента, пока этот кусок пайплайна не не закончит работу. И да, естественно, в голланде еще вот этот пайплайн замечательный тем, что каждая стрелочка на самом деле внутри это очередь, соответственно, все, что выходило отсюда, оно в средствах языка, по сути, складывается в очередь внутреннюю, и мы таким образом тоже там мониторим ход исполнения. А этот экстрактор, он зашедулен на сколько там, какая периодичность? Там ситуация такая, что вот этот следующий этап, ну, то есть мы получили файлы, их необходимо загрузить, у нас договоренность по анализу у нас сейчас вся, весь процесс не построен на ежедневный анализ, так как у нас нет оперативности, ну, она в принципе не заложена, потому что необходимо запускать, так нет оперативности, то мы это делаем по мере того, как у нас есть ресурсы, чтобы загрузить, провести анализ и, соответственно, отработать ситуацию, да, то есть мы сейчас это используем не для оперативного решения вопроса, а скорее посмотреть респективно неделю, выявить паттерны, выявить проблемы и пытаться как-то решить, чуть позже там покажу, какие, например, мы выявили, из-за этого мы запускаем его раз-два в неделю. Опять-таки, так надо не только его запускать, но еще и нам полезны энвоологи, поэтому еще энвоологи погружаем вручную. Опять-таки, необходимо сейчас вот инфраструктура эксплуатации и инфраструктура вот этого анализа, они находятся в разных местах физически даже, в разных сетях абсолютно, поэтому ну вот в онлайне качать пока не можно. Это хороший вопрос, как раз ровно в конце плана на развитие. Нам сначала нужно было как-то proof of concept подтвердить, что это полезно, хорошо работает, имеет смысл переводить его на оперативный режим. Так, соответственно, обещал демонстрацию, сейчас попытаюсь ее запустить. я так понимаю, переключение было мгновенно. Да, мы видим вот вот. Я не буду показывать абсолютно все, все дашборды и все прочее, что мы построили, покажу только, ну, как бы, сливки. в данном случае мы смотрим на дашборд, который мы называем Core Quality Service. Это для нас объединение уже из всех остальных, того, что, ну, по ходу нашей работы мы поняли, что это самый удобный для нас. Вверху это просто сводная статистика за исследованный период, в данном случае здесь выбранный с 30-го числа, да, получается, со среды по среду. То, что там конкретное время указано, я даже, наверное, могу быстренько обновить. Вот. Ну, все обновилось. Соответственно, это общие наши показатели персентиль по продолжительности, то есть мы знаем, что 95 сообщений точно было доставлено меньше, чем за 36 секунд. Количество сообщений, не удивляйтесь, за неделю маленький поток, потому что это действительно маленькая эксплуатация на данный момент количества сообщений, которые проходят через тему, небольшое. Соответственно, мы говорим, за неделю всего лишь полгига, понимаем, что это может быть маловато для серьезных инсталляций, но опять-таки эксплуатация будет увеличиваться. Ну, и какие-то там остальные сводные показатели по неуспешным сообщением синхронных и синхронных. Удобный вариант какой для просмотра анализа? Вот это мы выбрали неделю, соответственно, мы знаем количество сообщений в разбивке по отправителю получателю. Соответственно, вверху подписаны названия системы отправителей, в частности, вот это, допустим, SAP ERP, это внешняя система по управлению документом, это система по закупке. Внизу квадраты это система получателем. Там подписаны проценты, если на его идти, то там подписаны и штуках, соответственно, площади всех этих прямоугольников пропорциональны количеству сообщений, которые там имеются. То есть, как видите, у нас, в общем-то, три системы отправителя, в общем-то, занимают практически всю передачу. Почему нам вот это еще нужно, мы чуть позже покажем. Далее. Я, наверное, даже вот так буду делать, так удобнее вам, наверное, смотреть. Соответственно, для нас эта метрика, это количество сообщений по временным интервалам. То есть, здесь вы видите график, в котором вот эти замечательные темно-зеленые, это сообщения, которые успели за 60 секунд, это сообщения, которые успели за 15 минут, эти сообщения, которые успели за 60 минут. Ну, а эта категория у нас имеется, я имею в виду в плане в в дашборде. Ну, в данном случае, наверное, я, наверное, здесь его не найду. Наверное, если он сейчас присутствует, значит, там есть. И, естественно, когда мы смотрим, мы говорим, ну, ладно, нам вот это-то неинтересно, и мы начинаем сразу видеть, окей, хорошо, остались там 15 минутки, 5 минутки. Ладно, какие еще были? И вот, если убрал, на самом деле, вот, оказывается, одно сообщение, которое доставилось примерно за 24 часа. То есть, мы тем самым в масштабе всего зелененького наша задача всегда выцепить красненькое и с этим разобраться. К этому графику мы еще вернемся, я просто пока все остальные расскажу, а сюда вернемся, как бы, покажем вам наш процесс по анализу данных, как нам эта система помогает. Соответственно, рядом график по размеру пейлоуда точно так же сгруппированы сообщения по размеру пейлоуда, который там имеется, вот это я пока скрою. Соответственно, каждый, каждый высота столбика это подсуммированные, естественно, объемы. То есть, сообщения, которые меньше килобайта там какие-то там присутствуют, я даже скрою, но, как видите, основной пакет это сообщения где-то от 100 от 100 мегабайт. Опять-таки, высота столбика это суммарные объемы, то есть, на масштабе бедствия вы всегда можете рассуждать о всплесках тех или иных видов сообщений того или иного объема. То есть, внезапно стало много с точки зрения гигабайт больших сообщений. Или, наоборот, ваши там 10-килобайтные на самом деле в масштабе всей вашей системы, всей вашей эксплуатации недели занимают огромное количество гигабайт трафика, если мы это скажем так. И к этому графику мы еще добавили это та же самая метрика суммарный payload, но за прошлую неделю. Так как у нас анализ производится еженедельно, соответственно, для нас сравнительным является показательным, мы сравниваем с прошлой неделей и смотрим, если что-то выбивающееся, если есть выбивающееся, то мы пытаемся это смотреть. Вопрос настолько, насколько сильно он выбивается и характерный или не характерный данный поток. Чуть ниже вот здесь замечательный график это по опять-таки сделаю зум, я забываю, что я могу сделать зум. Вот, это поток, это уже футпринт, метрику, которую мы считаем, и она отличается от трафика. Футпринт для нас, так как мы включили компрессию, мы знаем, сколько в базе занимает уже сжатый контент. Соответственно, здесь цифры не настолько огромные, как было на предыдущем, потому что то это входящий и исходящий трафик, и у нас в связи с применением сжатия они занимают меньше. Однако все равно остается вопрос, а сколько тот или иной отправитель нам генерирует сториджа, насколько сильно он увеличивает потребность в жестких дисках, в базе данных. И опять-таки, естественно, вы можете все смотреть и аккуратненько срезать слои, срезая или оставляя только те, которые вас интересуют. например, я знаю, что вот эти самые топ-4 системы, я их и оставлю. И я понимаю их профиль. Что еще? Так как есть любая поддержка, нам, соответственно, важен вопрос, а может ли система сама себя поддерживать? Сможет ли она сама себя расхлебнуть? Одной из метрик для нас это является количество повторов? Вот здесь указаны повторы, как они зажурналированы в системе. Соответственно, каждый каждый ну как бы вот единица испана, неправильно, не мессенджер, а каждая единица здесь это количество повторов, которые у нас были в системе. Будь это автоматическая или ручная. То есть на масштабе эксплуатации мы знаем, что вот эти три системы нас стоит смотреть. Почему происходят перезапуски? Естественно, это только для синхронных, но мы хотя бы знаем, что они есть. И для нас это вскрывает те случаи, когда когда перезапуски происходят и у вас сообщения помечаются как успешные, но вы так и никогда не увидели, что на самом деле там были перезапуски. Мы таким способом этот вопрос скрываем. И в частности мы закрываем вопрос, как я говорил, есть замечательное сообщение в журнале как Action User TriMessage. Мы знаем кто, когда и сколько раз нажал кнопку перезапустить. Соответственно, вот ваш покорный услуга за вот эту неделю перезапустил одно единственное сообщение на всей инсталляции. и вот судя по графику, я даже предположу, что он все-таки попал на тессу на эту систему. И последний нас как раз к Storage. Вот этот график рисуется не за тот период, который у нас сверху выбран, а вот этот указанный. Примерно с момента старта на год вперед. Соответственно, вверх у нас ползут наши требования по контенту, то бишь, каждый раз, когда мы получаем сообщение, сколько он примерно мегабайт будет занимать, опять-таки, это прикидочно, потому что там журналы хранятся, сколько это само сообщение, сколько это хранится. Каждая версия может иметь двойной или там тройной учет здесь при перезапуске, но в целом, так как перезапусков очень мало, эта цифра очень близкая к правде. Соответственно, вверх ползет столбик потребления, а вот этот вниз ползущий, который стричь минус, это наш персистенс указан, так как сообщение приходит с определенным персистенсом, то есть мы сколько-то указали времени хранения, мы знаем, когда очистятся данные объемы памяти. То есть у нас хранение стоит полгода, поэтому все, что пришло здесь, в этом месяце очистится в этом месяце. Так как персистенс сохранится на уровне сообщения, то сколько бы вы не играли с этой метрикой, ну, там, сегодня посчитали, что полгода, завтра посчитайте, что три месяца, этот график, ну, как бы, трозит реальность, когда те или иные сообщения будут заархивированы. Это примерная метрика, так как там надо исключать те, которые в ошибке и так далее. В данном, как мы дальше идем в нашем, то есть имея такой вот дашборд собранный, как мы идем в вопросе анализа информации. Так как, говорю, нам не очень интересны те, которые быстренько прошли, нам начинают интересовать те, которые не быстро. Ну, например, что это вот это вот там 15 по 60 минут. И спокойненько возможность сказать, хочу фильтровать по. Соответственно, на весь дашборд применяется вот это ограничение. Это duration, время обработки. И все абсолютно метрики, и все, что у вас есть, начинает пересчитываться. То есть метрики-то ладно, вы, вероятно, все посмотрите для анализа. Но мы смотрим сюда и такие, окей, мы знаем, что это с ERP до iSource или там и плюс с TES до 1S, системы и так далее. Нам видно количество, мы знаем, кто, с кем основные проблемы, чью интеграцию смотреть. Соответственно, мы знаем в каком объеме, сколько это было в прошлом, прошлой неделе, на прошлой неделе, на прошлой неделе, кстати, получается, что данных потоков суммарно было близко к нулю, а точнее, знаете, я знаю почему, потому что здесь вот ограничения, поэтому она не показала. Вот это можно даже не смотреть. Но то, что как выглядит профиль с точки рождения потребления и как выглядит профиль с точки рождения перезапуска. Ну, перезапуск попали, как все, что мы выбрали, как раз попало вот сюда. То есть у нас становится видно и очевидно ситуация. Вам могут спросить, окей, давайте поговорим, ну вот, я беспокоился за вот, вот это, допустим, потом, я знаю, что из системы там по уровню документов в ERP есть какие-то проблемы. Всегда можно выбрать, он спросит вас, какие фильтры применить, отправитель, получатель, я говорю, окей, отправитель, получатель, и мы получаем, сейчас я проверю, у нас все выбраны, а тут я скрыл, поэтому покажись, а я скрыл, а он решил забыть меня, сейчас секунду, вернись, возвращайся, применяем еще, вот ваш профиль, то есть мы, как бы, имея конкретный вопрос, я знаю про телеполучателя, естественно, можно и по интерфейсам еще фильтрануть, но я знаю его профиль, я могу сказать, да, все эти интеграции успевали за 60 секунд, поэтому вопросов к нам нет, соответственно, и профиль построился по таймлайну, по потреблению, включая прошлую неделю, то есть вы знаете, что, как происходило на прошлой неделе, есть ли какие-то выбивающиеся ситуации, были ли перезапуски, ну и так далее, то есть весь этот отчет полностью пересчитался, включая потребление в сторидже, то есть мы знаем, когда он очистится. Если у нас вступает вопрос, я сейчас только уберу эти хорошие системы, поставлю какие-нибудь плохие показатели, вот, если, естественно, у нас имеются какие-то вопросы, типа превышенный показатель, очень как бы надо бы посмотреть, что так плохо. Замечательно, так как вы можете копать абсолютно в любом разрезе вплоть до миллисекунды, да, миллисекунды, то, соответственно, можете абсолютно любой показатель разобрать, разложить вплоть до вот этой сейчас одноминутки, один столбик, одноминутка. То есть вы здесь в данном случае видите картину интеграции, где был поток сообщений, который, соответственно, дальше рассасывался. Я просто знаю, что это была из-за картины, поэтому я могу вам сразу сказать, что это происходило, но здесь был, здесь нет этого дашборда, чтобы вам показать наглядно, но здесь был большой поток сообщений, которые нужно доставить в целевую систему, и начиная с момента, как мы ее получили в 97, он начинал это все передавать, но передавал в один поток, в связи с чем все, что пришло вот здесь, оно как бы потихонечку, 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 и вот на отметке 15 минут, они уже начали 15, 16, 17, 18, 19, 20 минут задержку показывать. То есть мы видим эффекты от наших действий, в том числе этот вопрос был из-за конфигурации, которую мы сами внесли, и которую мы по определенным причинам пытались посмотреть, как он себя ведет в продукте. Из-за того, что у нас еще есть, чем мы пользуемся, есть, соответственно, дашборд, один из дашбордов, связанный уже с посмотром журнала. То есть если до этого сказали бы, до этого все у нас есть, мы это все видим, просто берем, экспортируем, обновление включу, берем, экспортируем данные прямо вот из монитора и этим пользуемся, то уже с журналами уже интереснее. В данном случае у нас сейчас проверю временной период, последние семь дней, наверное, неинтересно. Сейчас я найду, какой у нас хороший, вот такой. Ну да. Вот с 28 по 4 сентября. Это статистика только, опять-таки, для вашего понимания и для удобства навигации, просто чтобы понимать объемы, потому что выбирая какой-то конкретный временной период, вы понимаете, что попало в этот выбор с точки зрения журналов. Что при этом устроено? Ну, банальный график по количеству сообщений, то есть вот эти штуки, это количество строк журналов. Естественно, саксессы неинтересны, ворнинги и эрры у нас имеются. Что мы дальше с ними берем? Вот, допустим, журналы по ресиверам. То есть мы знаем, кому мы отправляли, кому мы пытались отправить, потому что это только факты доставки. Мы знаем про моменты, когда сработали кастом ивент хендлеры, это соответственно в REST ресивере настройка как бы как среагировать на ошибку. И мы знаем профиль всех статусов, которые у нас был. Все коды возвратов, они же журналируются в журнал. Соответственно, мы видим в рамках этих параметров, фильтров, какие у нас показатели. то есть, я потихоньку убираю 200, 24, 202, 201 и оставляю себе только 400 и 500. Соответственно, я знаю, когда они происходили и по какой степени возврата. урлы, если они у вас интересным образом менялись, но они естественно зафиксируют момент отправки, особенно если вы поменяли конфигурацию на полпроцессе, на полпути, эта информация здесь отразится. Все то же самое только без разбивки по времени. То есть, вы видите все урлы, которые были. и так как у нас трейс-респонс включен, мы, соответственно, знаем, а они пишутся в журнала, соответственно, мы знаем, какой был возврат из системы. В частности, конечно, полторы тысячи саксессов, но первый же ваш вопрос должен быть как бы 400 bad request 278. Ну, наверное, там какая-то ошибка. К этому случаю, наверное, я сразу покажу перед тем, как про сендеры расскажу. И вот вы думаете о том, что классная ситуация, наверное, там ошибка. Я беру вверху это удобная панелька по статусам, говорю, покажи мне, пожалуйста, все саксессоры по ресиверам, так как я знаю, куда это было, мне чуть проще. Нет, извините, не та, не та, не та, не та, вот это. Так, я просто знаю ресивера, поэтому я сразу выбираю. Я с вами выставил саксесс, не знаю, то, что я выставил как бы саксесс, внезапно почему-то саксесс попали бедрый кост. А, извините, нет, даже не тот пример, это у нас совсем веселее вот это. Вот это, наверное, было. Да. У нас, соответственно, есть проблемы, как, допустим, вот этот, где нам возвращался error, но, несмотря на error, у нас записывалось сообщение как-то успешно доставленное. Мы, соответственно, такой случай выявили и как раз из-за этого добавили кастом event handler, который вот здесь вот на iSource и срабатывает. Сейчас, после того, как мы настроили, мы его отхватываем, до этого они все были записаны как успешно. Ну и по сендер-адаптору я вот уберу фильтры, которые у нас тут понаставились. По сендеру, соответственно, мы знаем, под каким пользователем нас вызывают, точнее, под каким пользователем смапился запрос, который у нас вызывают, откуда они приходили и по каким URL-ам назвали. Естественно, в URL-ах присутствуют названия endpoint-а. И мы это для нас как возможность и связать журналы с отправителем, когда идем со стороны журнала, пытаемся найти исходники, чтобы начать анализировать, ну или просто подтвердить, что нам вызывают те endpoint-ы или с тем именем хоста, который мы договаривались, а не, допустим, чисто по IP-шнику. Это, соответственно, наша возможность по рестам. И в определенный момент мы нам не хватает информации, поэтому мы просто лезем в чистый исходник исходной данной. Соответственно, мы всегда можем вывести message ID, и кто у нас правитель, и кто у нас получатель, и там какой статус и так далее. То есть все это видно. Естественно, нам приходится как-то это анализировать. как-то анализировать. К этому как бы аспекту мы сейчас вернемся, раз покажу в контексте UDS, который мы спрашивали. Опять-таки, к вам приходят с вопросом, ну, что там по контрагенту, что-то как-то с ним было все плохо. период, 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 нормальный период. Вот есть какой-то номер контрагента, он как раз из User Defined Search есть, если что, это все остальные, которые были видны в этот период, естественно, можно их всех перечислять по необходимости. Мы знаем, что за этот период было 9 сообщений, два из них были неуспешные. Вот мы знаем, за какое время они доставились, если они начали ругаться, что они долго доставлялись, какого они размера, что куда. Вы знаете, откуда, куда оно шло, соответственно, это в данном случае BPM, от BPM до одного из двух получателей. Ну, доставлены они были точно. Естественно, вы можете абсолютно любой из отчетов, из дашбордов на это посмотреть, сказать, вот, я даже знаю с точки зрения журналов, мини-клоненды, лезь, ничего не надо смотреть, я знаю, когда они обращались конкретно в целевые системы, я знаю, с каким статусом они обратились, вот, допустим, как раз, почему нас спросили, 200 это было, вот, 200 было и 400 одновременно. Почему 200 и 400, потому что первое пошло в одну систему, это во вторую систему. И вот как раз со второй системы были проблемы, первый перезапуск проблема, второй перезапуск, из-за того, что там синхронный интерфейс, поэтому не так выглядит интересно. Второй перезапуск тоже неуспешный, а на третий доставил до обеих систем. Мы до сих пор разбираем этот случай, но вот, когда начинают нам задавать вопросы по понятным нам бизнес-атрибутам, вносим, сразу все журналы есть. Соответственно, мы знаем, что происходило. Здесь сервера респонсов нет, потому что настройка соответственно рест-адаптера немножко здесь отличается, поэтому респонсов мы здесь не видим. И, естественно, если вопрос уйдет уж слишком интересно и нам будет необходимо посмотреть, то тот же самый фильтр уже в детали можно смотреть. Естественно, здесь атрибуты сообщений вам вряд ли интересны, хотя вы можете вводить, включая бизнес-партнер, который был. Но здесь устроено это индекс по сообщениям, а это индекс по журналам. Соответственно, для этих сообщений вы, естественно, можете вывести все то, что хранится в журналах. Естественно, вы знаете, когда они были, но нам это не интересно, потому что мы это знаем. И вот, пожалуйста, все сообщения, метка времени, это ID-шник, статус сообщения итоговый, потому что потому что часть из них упала, заметив ошибку. Ну и, соответственно, все тексты, которые были, мы здесь говорим про, которые есть в аудиторице, здесь на английском, потому что мы экстрактируем на английском. Можно, естественно, на любом другом языке его доставать. Но есть вот эти вещи, как ключи, которые не видны вам из монитора, но которые на самом деле очень удобны для того, чтобы на них что-то, какие-то проверки вешать. В частности, когда задавали вопрос про индексирование, как бы, на самом деле все моменты индекса, они здесь видны. То есть мы знаем, когда были попытки, то есть это вот говорит, я сейчас попытаюсь достать сообщение через X-Pass по вот этому вот критерию, этому и вот этому. То есть мы как бы даже во всем этом бардаке можем всегда найти попытки поиска и применения этих UDS. Естественно, есть как бы моменты плавенька, есть момент успешно-неуспешно. Вернусь к ним. И опять-таки все события, которые произошли, нам все здесь доступны. Если мы что-то хотим посмотреть, нам они есть, пожалуйста, в том числе и коды ошибки, и текстом, не текстом, куда обращалась и так далее. То есть все, что есть там, все доступно здесь в деталях, но мы детали используем только ради того, чтобы найти паттерны, найти какие-то сходства, найти какие-то взаимосвязи между событиями, которые мы видим негативными и выцепляем их. А в остальном наша основная задача была все-таки получить хороший обзорный инструмент. То есть тот, который позволяет во всем бардаке. У нас маленький бардак, признаюсь, всего что 10-12 тысяч сообщений в сутки это ни о чем. Но так как оно скейлится легко, больше сообщений больше экстрактируете, больше анализируете, мы получаем более качественный инструмент поддержки для нас. Есть какие-то вопросы, пока я не вернусь к слайдам, которые я мог вам показать на живой системе. Есть вопросы. Угу. Конечно. Да, извиняюсь, кого перебил, а вы данные сюда тащите и Central Adapter Engine и Non-Central. Правильно вы понимаете? Да, вот смотрите, вот сейчас отчет, который построен, вот этот вот фильтр, который я первый не говорил, потому что он по умолчанию у нас настроен, компонент. И как раз компонент это PAP, это Non-Central Adapter и POP, это Central Adapter. То есть то, что вы сейчас видите, это в разрезе двух систем. То есть это уже комбинированный и слитый в единые источники. Если у вас что-то заинтересует, например, в Non-Central и Анализ, да уберите его, нажмите Apply и вот вы можете... У меня вопрос такой, в связи с этим связанный как раз вот, что Non-Central, как я у вас увидел на PAP, он находится в DMZ и до него вот входить, наверное, есть какие-то нюансы или у вас есть какие-то разрешения, согласованные с ЭБ и так далее? Ну, смотрите, у вас в любом случае для администрирования Non-Central Adapter Engine, например, даже не администрирование, а поддержки его, например, монитор сообщений. У вас деталей по монитору сообщений нету, если вы не зайдете туда на WebMort. чтобы ходить соответственно туда, вам необходимо ходить на WebMort. То, что мы делаем экстракцию, она идет через функционал, который опубликован на этой самой WebMort. Ну, этот сервис опубликован на том же самом Web, на должном порту, на том же самом сервере, без которого вы не можете поддерживать данный инструмент. Максимум, что вы можете, не заходя туда, это на центровом адаптере выбрать обзор и выбрать обзор количества сообщений. Я просто не могу вам продуктивно открыть систему, будет некорректно. Но вы, кроме как понюхать цветочки из противогазства, у вас ничего не получится. Вы узнаете, что от этой системы до этой системы было пять ошибок, но когда вы пытаетесь посмотреть конкретные, вам необходим в любом случае будет доступ на веб-морту. Чтобы выгрузить все данные, которые мы здесь вот смотрим, включая non-center adapter engine, вам необходим доступ именно на ту же самую веб-морту, на которую вам нужна в ходе вашей поддержки. Правильно, я понимаю, что и Бенни задавали вопрос, что это все-таки экстракция данных в некий внешний источник. Понятно, для чего этот инструмент с точки зрения разработки, архитектуры и так далее. но и Б бывают разными, да, как мы все прекрасно знаем. И вот здесь как раз именно вопрос, что к экстракции вопросов не было. Если были, то расскажите. К экстракции у нас вопросов нет. У нас условия к экстракции, что там нет бизнес-данных. В данный момент мы экстрактируем только мета-даны, те же самые журналы, те же самые журналы или характеристики сообщений. мы не экстрактируем контент, поэтому вопрос, проблем у нас существенных с этим нет. У нас инфраструктуры все поддерживаемые, в рамках нашей договоренности по сервисному поддержке инфраструктуры наши. мы сейчас пока пытаемся наши планы это как раз переместить эту всю инфраструктуру наоборот поближе к клиенту, так как сейчас это обрабатывается внешней инфраструктурой, поближе к клиенту, чтобы это было у клиента. Понял, спасибо большое. И да, будучи там, оно, соответственно, получает определенные дополнительные плюшки, которые у нас в планах на развитие стоят. Спасибо. Николай Тарасов, извиняюсь, что перебил ваш вопрос. Ничего страшного. Марат, скажите, вот с дашборда, где показывались разные сообщения с разным временем обработки и так далее, можно каким-либо образом спуститься до отдельного сообщения? Смотрите, этот вопрос, ну, допустим, вот этот, обзор времени обработки. И я такой хочу вот эти, вот как раз 15-минутные, хочу увидеть, что это были за сообщения. Вы про это? Да, именно. А у инструмента, у эластика, в данном случае у Кибана, есть механизм проваливания. В данный момент он именно на этот дашборд у нас не настроен. То есть, логика какая? В более новой версии, это старая, это седьмая, это как раз, опять-таки, это хорошо, что вы задаете вопрос, они как раз у меня в конце презентации есть. в данной версии, это седьмая, ограниченное количество, ну, не количество, а способы проваливания. То есть, на данный момент я могу настроить только проваливание вида из данного дашборда в другой дашборд. Ну, то есть, если мне, допустим, нужно было бы пролезть в информацию о, ну, я хочу посмотреть эти же сообщения, но совсем другой дашборд, допустим, те самые логи, да, я могу это настроить. Они цепляются, и так как параметры фильтра идентичны, они совместимы туда проходят. В более новой версии доступно проваливание в том числе вот в эту закладку Discover. Discover – это документный просмотр, и в рамках него ну, можно провалиться, перекинувся в фильтр. В старой версии, который сейчас я вам показываю, эксплуатируется, такой пока, ну, такой функции просто нет. Вы имеете в виду версию своего софта или версию кибаны? Кибаны. Спасибо. Мой софт закончил работу давно. Это просто версия кибаны, которую надо обновить на актуальную. Сейчас предыдущее поколение. если что, я пока в фоне покажу вот тот документ, который там имеется, да, этот журнал. Соответственно, перечень всех полей, которые у нас имеются, начинается вот как раз про аудит-лог, как я вам показывал, все эти атрибуты доступны. Естественно, тут отсюда сразу же можно их пофильтровать по ним, все остальные. и дальше начинаются XI-ные сообщения. Это означает, что, в принципе, ваш вопрос сейчас реализован, но не кликом, а другим способом. То есть, допустим, я знаю, что мне нужно выставить, вот как вверху указано, message duration от 90 до 360. Но, к сожалению, мне приходится, когда мы занимаемся изучением этого вопроса, говорить XI-Duration, указывать between и какой там был range у нас от 9.100 до 3600, по-моему. Это у нас было ограничено по этим. Ну, вот сейчас отфильтрованы все сообщения по это все журналы по этому duration, либо просто все сообщения по тому же дюрэйшн. То есть, раз-два как бы, да, я понимаю, неудобно, но мы сейчас пока решаем этот вопрос так. Если мы хотим что-то детально посмотреть, этот параметр просто вручную повторяем в соответствующем режиме. Если что, это просто уже так по эластику. Соответственно, здесь отображены поля, которые я, по-моему, выбирал. Все остальные доступны вот здесь. Включая, кстати, UDS, которые кому-то хотелось бы. То есть, все UDS, которые у нас есть, они доступны как отдельные атрибуты. Естественно, их можно либо вытащить, либо по ним сделать фильтр. И если у вас будет большая выборка, потому что вам потребуется потом какой-то более сложный анализ или еще что-то, здесь всегда есть share. и он готов сделать выгрузку в формате CSV. Естественно, я сейчас, у меня сейчас всего лишь на 118 записей, да, это, наверное, не так интересно. Поэтому я выберу какой-нибудь аудит-лог на 300 тысяч записей. Ну, если что, если вдруг вам чего-то будет недостаточно, он экспортирует, экстрактирует то, что те колонки, которые вы накидали, естественно, не все документы. Ну, если что, всегда на крайнем абсолютно случае у вас есть возможность это выгрузить. Все остальные плюшки касаются только возможностей, которые нам нравятся, которые мы используем, помимо фильтров, которые можно вставлять, очень детальных и четких. Это временные, потому что, ну, помимо того, что вы указываете, можете указать всякие относительные времена, абсолютные даты и либо текущую дату, у вас есть преднастроенные, которые вы можете использовать или это можно там конфигурировать, которые недавно использовали фильтры, чтобы переходя по закладкам, вам также было удобно их выбирать. Ну, и там автор-рефреш для тех, у кого настроен онлайн-сбор. И, естественно, вот так мы там смотрим на какие-то, допустим, 15 последних минут, но это неинтересно, 15 последних дней. Пока вы смотрите 15 последних дней, это, естественно, на любой закладке работает, на дашборде, и не только, посмотрели за это, сказали, а давай предыдущие 15 дней, а потом еще предыдущие 15 дней, и так далее. И вы можете удобно скакать по временам, это особенно полезно, когда мы говорим о нашем недельном варианте. То есть, когда мы смотрим вот эти параметры, мы говорим, окей, мы это посмотрели, давай предыдущие посмотрим. И весь график быстренько на юз. Ну, это все, что дает просто кибана голая, без ничего. С точки зрения конфигурации, уточнюсь, мы делали только экстрактор и конфигурации всех остальных вещей, только чтобы была корректная раскладка событий, корректная раскладка атрибутов, корректный тип данных, например. И поверх этого источника чистый, голый кибаный вместе с чистым, голым эластиком, там никаких недополнений, ничего нет. Уже нарисованы просто эти дожборы. Еще какие-то вопросы вы можете? Тогда вернусь к демонстрации, сейчас переключу демонстрации, извините, презентации. что у нас осталось? Что мы выявили с помощью этого инструмента? Потому что показать вам вживую, каждый раз, когда будем показывать, это уже пережитая история, любовная с данными отправителями. мы соответственно смогли найти систему, которую мы не можем доставить сообщение с первого раза. Вот сейчас график это просто по событиям повтора, любого повтора, начиная с первого. То есть считайте, нулевая доставка, и как бы каждый раз, когда вы делаете систему делать повторы, мы делаем запись. Соответственно, мы видим количество повторов, мы видим три системы, которые попали на эту неделю, и мы знаем, с кем нам надо поработать, выяснить, почему повторы, выяснить, почему проблемы, и попытаться оптимизировать, тем самым улучшить показатели доставки. Второе, что мы могли выявить, опять-таки, нам возвращался статус вот и окей, хотя, ну как бы, 710, это, конечно, success, а все остальные там, 335, то есть 30% были с ошибкой. Мы это схватили на третьей или четвертой неделе, по-моему, эксплуатации данного потока, может, на месяц. До этого никто не замечал. Соответственно, у нас сообщения помечались как успешно доставленные, во всех местах все было, все в зеленом кемстатусом. Я думаю, что инцидент глобального масштаба, тем более, что 30% не доставлялось, мог бы подняться очень быстро, еще бы месяцок мы так пошли и нам бы выкатили проблему. К счастью, мы ее с помощью инструмента выявили, купировали на раннем этапе и проработали так, чтобы у нас проблемы больше не было и обработали все предыдущие случаи, выявили причину и сделали так, чтобы консистентность была восстановлена между системами. Что мы еще выявили? Я вам показывал только экстракцию, если что, вживую, я вам показал экстракцию X-Side и Audit Log, я вам не показывал журналы, которые из NVA мы достаем, включая HTTP журнал, тот, который Access Log. Просто там особо показывать нечего, я поэтому на этих слайдах вы будете иногда видеть оттуда данные. Что мы смогли, допустим, оттуда вытащить из NVA логов. Это, в частности, HTTP запросы по 403. На масштабе, ну, как бы, вот все зелененькое, да, это 202 статус, вот это все замечательные. То есть, все хорошо, мы все радуемся, все, как бы, получают бонусы. Если мы поскрываем вот все успешные, ну, и там 500-е, которое было, понятно почему, мы знаем конкретный момент времени, когда к нам обращались, и с помощью того, что мы знаем момент, мы с журналом смогли, исследуя этот вопрос, в журналах нашли причину, смогли скоррелировать разные записи про то, что это, кто нам отправлял, мы отфильтровали, мы получили благодаря этому endpoint, а благодаря endpoint мы знаем, что это iSource, а раз знаем, что iSource, значит, знаем, что искать, что смотреть, какие вопросы задавать. и как раз с помощью этого выявили момент, когда внешняя система начала эксплуатировать один из давно спроектированных потоков, но не смогла, потому что сертификат, которым они пытались залогиниться, был неверный. проработали, опять-таки, вопросы решили, проконтролировали совместно с владельцами, совместно с владельцами, поток сейчас работает корректно, замечаний по нему нет. Что еще мы смогли интересно выявить? Написи «Бурашка» это, чтобы скрыть имя человека, мы нашли пользователя S4, который у нас в Adobe Document Services, соответственно, в компоненте технологии PDF, смог за рабочую 7,7 гигабайт PDF-формацию печатать. Почему у нас есть эта информация? Потому что у нас ADS установлен на одной из инсталляций PO. то есть у нас PO обслуживает и печать PDF, и интеграционные потребности. Это тоже очень важно знать, чтобы потом узнавать, почему у нас просаживается в какой-то момент производительность. Соответственно, мы вот этот зеленый столбик, это как раз вот этот пользователь, скажу, что его зовут Чебурашка, вот эти вот три столбика, каждый столбик это трехчасовой интервал. Соответственно, видно, что за один полный трехчасовый интервал будет 3,5 гигабайта трафика сгенерироваться. Если в штуках, то это где-то 700 тысяч PDF форм. И вот если его скрыть, спасибо замечательное Кимане, просто нажимаешь скрыть, вот так выглядит нормальный профиль эксплуатации ADS. Если говорить там в мегабайтах, у нас естественно развертки есть в штуках, впрочем, мегабайт более в данном случае наглядный. Что мы еще выявили? Мы включили компрессию с определенным моментом, потому что по умолчанию она выключена. Это один из моих больших вопросов, почему это не в стандарте. Ответом была только одна нота, которая говорила, что ой, мы неправильно ее сделали, вот вам нота, которая исправляет эту ситуацию. Все. Больше никаких объяснений, почему это не должно быть включено по умолчению или нет. Мы, соответственно, включили компрессию сообщений, это значит, все сообщения, которые приходят, они у нас хранятся в сжатом виде. И вот здесь для понимания мы, соответственно, трясовали степень сжатия. то есть вот я какую-то точку взял, это 5 сентября, сжатие 95%, это в смысле, что минус 95% к объему. Значит, что на диске, точнее так, если до техники уходить, то значит в строчке базы данных, в которой хранится сейчас контент PI, мы говорим про payload, в той строчке, где они хранятся, в той ячеечке, куда оно засовывается, туда оно уже складывается сжатое, и его размер на 95% меньше оригинального. Это, опять-таки, в среднем по больнице показанный график. Где-то чуть лучше капресс, где-то чуть хуже, но это все зависит от профиля передаваемых нами данных. Более массивные сообщения лучше сжимаются. Ну, хотя бы благодаря данному графику мы можем понимать, насколько мы выигрываем и насколько мы сильно сняли нагрузку потребность в дисках и в трафике между базой данных и application сервером. Там много интересностей мы таким образом легким движением руки улучшили производительность системы. Что еще выявили? Ну, допустим, ситуацию, когда как раз почему я спросил про токены, какие приколы были, когда обновление токена не прошло. То есть зелененькие это успешные запросы от одной системы, здесь указан не от одной, к конкретной системе. Здесь указаны как раз все сообщения, которые проходили, точнее, все журналы. интеграция синхронная, поэтому здесь повторов нет. Все зелененькие это успешно пройденные, все красненькие ошибки. И вот этот весь вал с 4 утра до 12 почти произошел, потому что вот здесь вот где я обвожу первый запрос, который неуспешный, это получение токена. Получение токена свалилось в ошибку и все остальное как бы накрылось медным разом. И это когда мы фильтруем сообщения из системы для нас это очевидно. Вот момент запроса токена, вот он один-единственный раз, вот connection refused со стороны сервера и как бы больше никто туда не обращался. Соответственно, вот вверху подсечено это сообщение, все запросы, которые были, 45 обращений шли анатарайс, потому что токен, который должен был обновиться, не обновился, а старый токен был просрочен и систему на 100 не пускал. Вот. Из планов. Ну, хотим подключить ABAP-систему. На данный момент это возможно не заходя в GIFG и никуда. Из центра адаптера вы можете запрашивать статистику не только по сообщениям, которые внутри, а также можете по подключенным ABAP-системам. Соответственно, мы хотим у PI спрашивать информацию из ABAP-системы. Там есть соответствующее подключение, есть соответствующая полномочия. Мы пока исследуем этот вопрос и, скорее всего, будем в дополнение к имеющимся сведениям также выкачивать информацию оттуда. Там чуть-чуть другой разрез, потому что набора атрибутов, которые доступны в SXI-мониторе. Он отличается, потому что там теперь есть понимание интерфейса отправителя, интерфейс-получатель, которого нету в PO. И какие-то еще небольшие, где-то поле заполнено, где-то поле нет. Но, естественно, проблема в этом только в том, что аудит-журнала нет, но хотя бы мы определенную статистику из системы хотим забрать. посмотреть, повертеть, также сделать дашборд, чтобы понимать, насколько хорошо обрабатывается на стороне ABAP-системы. В частности, нас интересуют временные показатели. Ну, как то, за сколько времени оно обработалось, есть ли какие-то проблемы в контенте, есть ли проблемы в ABAP-коде, есть ли проблемы еще в чем-то. второе направление это подключение к СУБД. И СУБД для нас очень интересен, потому что мы тогда этим инструментом при определенных полномочиях можно этим все настроить, получим постоянный доступ. Раз постоянный доступ, значит, онлайн, а значит, мы перейдем из текущего режима, где мы по сути раз в неделю делаем детальный анализ, смотр, выявление причин и планирование сроков его устранения. Перейдем уже к тому, что там будут оперативные слежения за ситуацией, так и неоперативные, ну, как раз аналитические. Плюс получим эффективный дельта-режим, потому что сейчас из-за структуры того, как мы писали, мы писали, прямолинейно мы написали данный экстрактор. Если, допустим, осуществить изменение UDS-ключа, придется выгрузить заново все метаданные, потому что эти UDS-ключи нужно заново получить, а вместе с этим нужно получить актуальные записи всего, и журналов, и атрибутов сообщений. Мы, соответственно, хотим при подключении к базе данных мы сможем понимать, что нужно выгрузить не все, а только то, что поменялось. Допустим, к тому, что поменялся UDS-ключ. Мы поменяли, переиндексировали, система знает, что переиндексация зацепила не все сообщения, а там 10%. Эти 10%, соответственно, мы бы экстрактировали и тем самым получили актуальную информацию в этой системе. Ну, и у нас сейчас потребление диска, оно строится на журналах, это неправильно, потому что каждый раз, когда вы отправляете сообщение, пытаетесь отправить сообщение, если оно в момент отправки требует пройти через маппинг, тем самым сгенерировать версию, в журнале пишется, что я вам сгенерировал версию, на самом деле он ее, конечно, сделал, но перезатер предыдущий, поэтому у нас в случае повторов определенный двойной учет, не так страшно, но хотелось бы получить реальную информацию по версиям, по размеру потребления и, может быть, какие-то дополнительные аналитики оттуда вытащить. Про проваливание как раз был про ElkStack, его надо обновить, кстати, вместе с обновлением с проваливанием типа из дашборда в детали «Я надеюсь», что я, там вопросы лицензионные при любви есть, там появляется вообще возможность переходить на абстрактный URL, это означает, что если вы нажмете определенную ссылку, вполне можно открывать и оригинальную систему, то есть мы сможем провалить конкретное сообщение в системе напрямую, то есть он открыт новое окошко, просто в URL подставит, допустим, ID сообщения и с имбэточным ключом, и вы увидите все версии, все истории и, соответственно, рассматриваю, что в ближайшее время, когда мы успокоимся с нашими амбициями, возможность релиза этих исходных входов и конфигационных файлов для, собственно, развития экспериментов. Вот. У меня все. вопрос, если позволите. Да. Вопрос, сколько у вас, в принципе, время заняло на разработку экстрактора, численность команды, вот, и, ну, были ли какие-то проблемы там в релизе, может быть, какие-то такие специфические моменты, связанные с технологией, если были. Ну, вот я сейчас в фоне поднимаю трекер, потому что мы замеряли этот разговор, сколько это нужно, сейчас, буквально секунду, могу сказать, пока открывается. Мы, сейчас, 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 непосредственно на экстрактор ушло суммарно где-то 10 часов, наверное, человек в часов, далее, где-то порядка 20 ушло на дашборды и на архитектуру, я, наверное, сейчас перейду к тому слайду, который мне как раз таки, секунду, 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 ну вот, я вот это хотел. Соответственно, ну, как бы, вот сюда ушло, считайте, не больше 10 часов со всеми, со всеми эволюцией мыслей, которые было. на на вот этот компонент ушло ни о чем времени. Вот здесь у нас происходят основные трансформации, на него потратилось, наверное, больше всего времени, потому что как раз когда мы смогли выгрузить, допустим, журнал аудита, там появились вот эти ключи, и с этими ключами нужно было определенным образом интерпретировать их так, чтобы они были доступны для поиска. То есть сейчас есть возможность сказать, покажи мне все сообщения аудита, или там считайте ключи сообщений, у которых было сообщение аудита, которое было связано с рестартом, которое было связано с конкретной фамилией. То есть если это будет доступен напрямую, он есть как отдельное поле в структуре данных эластиков и соответственно в отчетности кибаны. Туда соответственно из-за этого ушло 20 часов считаете, может быть даже чуть больше, наверное 30 часов. А на еще где-то часов 10 суммарно за все периоды настроить все отчеты со всеми валютами. То есть они быстро строятся, там нечего делать в плане выбирал атрибуты, выбирал как они выглядят и так далее. Но стабилизация их общения с внутренней командой, посмотреть, что хорошо работает, что плохо, сделать много экранов, потому что я вам показал только два дашборда, на самом деле сделано около 10. Каждый из них в оборудовом разрезе, например, один касается только сообщений, все, что касается вход-выход, успешно-неуспешно, размеры ля-ля-ля, но показаны на графиках штуки, а точно такой же дашборд есть рядом, который показывает абсолютно те же самые аналитики, но показатели в мегабайтах. И, соответственно, смотреть, что из этого нормально интерпретируется, что из этого нормально работает, вот это как бы было устаканено. В плане разработчика это один. Я в одно лицо это все сделал. Если мы говорим про руки, но для того, чтобы устаканить и обсудить, понять, что работает, сформировать, у нас есть отдельный дашборд для еженедельных митингов с клиентом, сформировать этот дашборд уже потребовались другие люди, которые как раз являлись потребителями данного экспорта. Но считайте суммарно 40-45 часов на одну я понял, на рабочую неделю. Да, да, плотная очень рабочая неделя. Скажу так, рабочая неделя, да, у вас больше времени займет, так как вам нужно прокачивать огромные объемы и пытаться с этим играть, у нас какое-то время календарное уходило на то, чтобы загрузить, посмотреть, удобно-неудобно повертеть, удалить в другом формате, загрузить и так далее. То есть у нас перезагрузки вот это было, убивало наше календарное время, а реально время, ну да, чуть больше рабочей недели. Большое. Марат, а знание кибаны, сейчас извините, знание кибаны уже было или кибаны на ходу осваивали? Кибана была, но кибана была для внутренних потребностей, то есть у нас эволюция мыслей пошла как? Сначала кибана была для анализа журналов своих собственных, абсолютно не связанных с сабсредой. Они там хранились, смотрелись и так далее. Пролева наступила, когда мы, ну, с моей стороны пришел вопрос, а все ли мы видим, потому что свежая инсталляция системы, мы говорим про ПИО, свежая работа и только сейчас идет запуск, соответственно, опробирование, было определенное непонимание, а все ли настроено корректно. И так как система была в нашей ответственности и до сих пор в нашей ответственности, перепроверить, что все работы, включая базисных, были выполнены корректно, ну, это была наша основная, моя основная проблема, я скажу так, я там себе ее поставил, это была проблема того, что не было понимания, какого качества развернута система. Поэтому все началось, по сути, с анализа инва журналов, то есть вот красная линия родилась на самом деле второй, первая была нижняя, потому что это был самый легкий порог входа, нужно было только выгрузить их и прогнать через стэк. То есть самая конфигурация блокстэша достаточно простая была, разобрать формат, в котором ханица была, на тот, который мог бы быть нормально интерпретирован. Развернув его, уже начав сначала анализировать детали, потом уже начав поверх них рисовать графики, ну, так вот скил покебания был зафиксирован, и уже потом, когда стало понятно, что корреляция между записями в журнале НВА и реальными сообщениями и каким-то важным для нас бизнес потоками она отсутствует, родилась уже мысль того, что необходимо источник более качественный, тот, который бы дал возможность коррелировать проблему с отправителем получателя, хотя бы, хоть как минимум, да, абсолютный минимум был это. Поэтому родился вот этот поток, который позволял вещи, которые иногда часто дублировались в журналах НВА, но без конкретики кто куда что, получать их из более качественного источника, который бы дал корреляцию с потоком данных. Да, спасибо, понятно. Андрей, я перебил, пожалуйста, прошу. Спасибо большое, Илья. Еще раз всем привет. Марат, хотел бы уточнить, за какой период вы храните данные, за сколько властику и, собственно, сколько это занимает места на исходе. За какой период? Ситуация какая. Экстракции, мы, естественно, достаем только то, что имеет свой след сейчас в ПИО. Мы говорим сейчас в мониторах. пока не говорим даже про систему архивации, которая там имеется, потому что тоже интересное направление, я его не указал, но оно на вторую отложено. Соответственно, все, что у нас хранится, то есть персистенс еще не вышел, соответственно, еще не очистилось, все это мы могли достать и можем до сих пор достать. в текущем виде у нас выкачано. Давайте я в фоне как раз посмотрю, чтобы никого не обмануть. Секунду. Ну вот мы допустим, я ищу тот, который за законченный месяц, наверное, самый интересный. У нас, опять-таки, так мало трафика. Хранилище по сообщениям у нас там сейчас 70 тысяч записей занимает 80 мегабайт. 80 мегабайт горячего хранилища в контексте эластика. Все, что горячее, оно максимально развернуто, подготовленные индексы, оно должно занимать больше всего места, в принципе. Потом по мере того, как температура остывает, потребность данных уменьшается, там это идет компрессия. Если мы говорим про аудит журнала аудита, опять-таки, я просто смотрю, чтобы попал месяц. Журнал аудита, ну вот, я говорил, 1,4 миллиона записей, если что, опять-таки, это не просто запись аудита, в смысле, запись журнала, но еще и полный, полный объем атрибутов сообщения. Вот эти 1,4 миллиона занимают 1 гигабайт. Немного, я так понимаю, что это на обычных дисках хранится. Да, с точки зрения, если там, насколько сильная инфраструктура необходима была, чтобы поддерживать Elastic, это коммунити-сервер. Все компоненты Bits, Logstash, Elastic, Kibana, все они находятся, все они развернуты на едином коммунити-сервере, естественно, докер стоит, который все это раскидывает. Ну, на самом деле, по-моему, Bits только на другом месте хранится. То есть, да, Logstash, Elastic, Kibana, вот это все коммунити-сервер, Bits хранится там на еще более коммунити-сервере файла-помойки, считайте так, на который просто все эти экспорты мы загоняем. Но даже сами экспорты, которые мы туда загружаем, они в сжатом виде, они немного занимают. В сжатом один экспорт вполне себе, ну, там, в полтора гигабайта уходит. Но мы выбрали формат общения с файлами и, соответственно, такую загрузку для того, чтобы можно было в момент, когда мы поменяем правила преобразования, так как мы играли с Logstash, с правилом разбора событий, они постоянно эволюционировали, чтобы можно было не выкачивать заново объем данных, подсунуть битцу один и тот же файл. Так как там есть дедубликация данных по ключевым атрибутам, соответственно, Logstash обрабатывает тот же самый поток данных, но по-новому, развертывает по-новому, передает в эластик, эластик предыдущую запись заменяет на новую. Тем самым, ну, как бы, мы обновляем. То есть нам не надо ничего удалять из эластика, оно переобновляется поверх существующего. Но с точки зрения объемов, вот, можете себе представлять, ну, если на 70 тысяч, на 70 тысяч сообщений, ну, у нас, считайте, почти под 100, значит, у вас будет полтора гигабайта. Вот, можете умножать. Если у вас будет миллион сообщений за период, который вы выберете, то, значит, будет порядка 11 гигабайт в горячем варианте. А, да, и опять-таки, это один коммодити-сервер, который обслуживает абсолютно. То есть то, что вы видели, живые журналы с переключением, один коммодити-сервер, одна реплика, никаких особых там технических характеристик у этой штуки нет. Спасибо. И жесткий диск HDD. Я так понимаю, наверное, вопрос закончил. Но если что, я доступен. Презентацию мы, естественно, все выкладываем. Да, я еще могу сказать, что у нас пятничные созвоны в 17.30 бывают. И либо меня, либо Марата часто можно на них найти, которые в пятницу в 17.30 мы делаем еженедельный созвон, так что можете туда прийти и задать вопросы, если это время будет удобно. Вопросов пока нет, тогда чтобы времени не терять. Марат, спасибо большое. Мне очень понравилось и заинтересовало. Я вообще не ожидал, что можно так быстро сделать такой великолепный результат. Так что мои аплодисменты. Это очень круто. Спасибо. Коллеги, давайте тогда сделаем пиерыв до 13.30 и это будет наш пиерыв уже под который мы съели. Думаю, никто не в обиде, поэтому в 13.30 начинаем импортозамещение, рассказ, диалог свободный и дальше идем по тому списку, который в чатике. Так что пока пиерыв. Продолжение следует...